Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Если вы все еще закатываете глаза при слове медитация, то это видео точно для вас. Мне кажется, уже прошли те времена, когда медитация ассоциировалась с людьми, которые так сидят в позе лотоса, такие не от мира сего, с длинными дредами и в таких больших шароварах индийских. Уже даже люди западного мира давно признали, что медитация это очень полезная практика для очищения ума, для профилактики какого-то умственного переутомления. Если вы достаточно рациональный человек, далекий от эзотерики, йоги и всего подобного, может быть для вас будет аргументом то, что на самом деле медитация позволяет научить мозг фокусироваться на нужной вам задаче. То есть принцип медитации в том, чтобы фокусироваться на вдохе и выдохе, и это на самом деле научает мозг фокусироваться на нужной задаче в течение дня. Но если сидеть в позе лотоса вам все-таки скучно, я вам предлагаю несколько способов, как разнообразить практику медитации. Итак, поехали! Первый способ. Чтобы не было скучно сидеть без дела, я предлагаю вам лечь. Но не просто лечь, а лечь, например, на валик. Такой валик, который кладется под поясницу или под лопатки. Я сейчас не буду рассказывать о пользе самого валика. Я думаю, что вы можете при интересе прочитать, или я прикреплю ссылочку где-то внизу про это. В общем, очень распространенный способ, как исправить осанг. Сейчас я вам расскажу, как начинается каждое мое утро. Я беру большое полотенце, скатываю из него валик и кладу его под поясницу. При этом я ложусь на спину, развожу пятки в разные стороны, носки соединяю, руки поднимаю над головой. В общем, такие схемы есть в интернете, как правильно лежать, куда класть валик. Я к тому, что при этом вы точно не уснете и совместите полезное с полезным. В это время вы лежа будете медитировать, вдыхать и выдыхать и фокусироваться на своем внутреннем состоянии. В общем, эти методы на самом деле широко известны в оздоровительных всяких практиках. Но мало кто на них находит время. И если у вас будет такой способ убить сразу двух зайцев, мне кажется, это может послужить дополнительной мотивацией практиковать и то, и то. Если все-таки не сидеть, не лежать без дела вам не нравится, я вам предлагаю что-то типа подвижной медитации. Наверное, такого понятия официально не существует. Но почему не создать это самостоятельно, если это работает? Для меня лучшая подвижная медитация это, конечно же, бег. Я такой вид хомос ранингус, человек бегущий. Поэтому в любой непонятной ситуации я надеваю кроссовки и куда-нибудь бегу. И нет для меня лучшего способа побыть наедине с собой, подышать, почувствовать свое состояние изнутри. Но не каждая пробежка может являться подвижной медитацией. Потому что если вы бегаете, допустим, с друзьями, болтаясь, не знаю, или с музыкой, то, конечно же, вы отвлекаетесь, вы заняты не тем. Попробуйте хотя бы на время вытащить наушники из ушей. Побыть наедине с собой, фокусироваться на вдохе и на выдохе. Также прекратите внутренний диалог, не думайте, не планируйте день, неделю, ближайший отпуск и что вы будете есть на ужин. Просто побудьте наедине с собой, со своими мыслями и фокусируйтесь на вдохе и выдохе. Если все-таки бег это не ваше, попробуйте еще раз и убедитесь, что, наверное, бег все-таки это ваше. И, наверное, все-таки мне стоит снять видео о том, как начать бегать, чтобы помочь таким, как вы, может быть, сомневающимся. Но если вам пока сложно, выбирайте любые другие виды нагрузки. Например, на йога-классе очень классно медитируется, потому что ты по умолчанию больше ничем не можешь заниматься. И музыку слушать тоже там неактуально. Во время прогулки какой-то или, может быть, если вы танцами занимаетесь. Просто уйти в себя и просто сделать ваши процессы более наполненными, более осознанными. Попробуйте, почему бы и нет. Третий способ помедитировать, это медитировать там, где другим заниматься, собственно, невозможно. Например, вы в каком-то замокнутом пространстве, например, в сауне. Вы там все равно проводите какое-то время, 10 минут или 15 минут. Попробуйте провести это время в медитации, попробуйте сосредоточиться на дыхании. И на самом деле вы также убьете двух зайцев одновременно. Или, например, вы едете в лифте. Да, конечно, там мы не полчаса находимся, даже не 10 минут, там всего, может быть, несколько секунд. Но предлагаю любое замкнутое пространство считать таким небольшим якорьком для того, чтобы просто сделать вдох-выдох и стать более осознанным. Это будет такая мини-медитация посередине дня. Четвертый способ. Сразу скажу, что он для подготовленных, подходит явно не для всех, но я каждому рекомендовала бы его попробовать. Это динамическая медитация Оша. Его проводят в специальных йога-центрах или Оша-центрах. В Санкт-Петербурге такие есть, в Москве тоже, я думаю, что в маленьких городах тоже есть что-то подобное. Принцип динамической медитации заключается в том, что последовательно происходит 5 фаз по 10-15 минут, когда ты проживаешь такой полноценный трансформационный опыт. В первую очередь, для кого нужна эта медитация? Для тех, кто в какой-то период жизни носит очень много негатива в себе, у кого много скопилось ярости, гнева, каких-то невыпущенных эмоций, которые отравляют ему жизнь. Чаще всего, когда мы не в себе, когда мы разгневаны, опечалены, больше всего достается нашим близким, которые в принципе ни в чем могут быть не виноваты. Нам нужно научиться самостоятельно утилизировать свои негативные эмоции и выходить в мир уже такими светлыми, чистыми людьми, как бы это странно ни звучало. Так вот, динамическая медитация длится час, это 5 этапов по 10-15 минут. Кратко опишу все 5 этапов, но если вам нужна более подробная информация, обязательно загуглите, это целая тема отдельная. Сначала вы очень усиленно дышите, накачиваете себя энергией, во второй фазе вы должны взорваться, там под звук громких барабанов нужно просто выпустить всю свою злобу, гнев. Там люди кричат, плачут, смеются, бьют подушки и, кстати, ничего не слышно и не видно, потому что все с закрытыми глазами, кто-то со специальными повязками. И так громко звучат барабаны, что, ну, просто реально ничего не слышно, даже самого себя вы не услышите, но эмоцию выпустите. И это очень-очень важный трансформационный опыт. Затем идет еще одна динамическая фаза, там нужно определенные движения делать, потом статическая фаза, потом что-то типа танца и возвращение в реальность. Ну, в общем, лучше вам один раз попробовать, чем сто раз услышать. Ну, я могу вам сказать, что меня на эту медитацию отправила моя знакомая в тот период, когда мне действительно это было нужно, когда во мне было как-то много негатива и очень не хотелось его сеять вокруг тебя. И, знаете, я ходила две недели подряд и выходила в мир просто такая блаженная Мария. Просто мне не хотелось ни на кого наезжать, у меня не было никаких претензий к миру. Это было супер ощущение, и действительно, это тот случай, когда ты справляешься со своими эмоциями. Пусть вот таким вот немножечко искусственным способом, но это действительно очень многим нужно, потому что мы очень часто подавляем свои эмоции, и ничего хорошего в этом нет. Ссылку на центр, где эти медитации проводят в Питере, я оставлю в описании, в своем городе обязательно найдите. Оша-центр или динамическая медитация Ошо, как-то так называется. Ну, что здесь нужно сказать, не бойтесь пробовать новое, даже если это очень странно, и мой мозг очень сильно сопротивлялся, и я буквально даже с третьего раза только дошла до туда, потому что мне всегда казалось, что это очень странно, и люди этим занимаются. Но, тем не менее, нет, я не странная, вот я обычный человек. Напоследок хочу сказать, что недавно узнала, что 14 минут медитации в день, любого вида, запускают в организме процессы саморегуляции и восстановления. То есть тело начинает восстанавливать свои ресурсы, здоровье. То есть, если вы 14 минут в день будете уделять внимание своему вдоху и выдоху, и только этому, ваше тело вам скажет спасибо. Ну, и не только тело, конечно же, ум, вы будете сонастроены больше со своим телом, со своим разумом. В общем, сплошные ништяки. Если у вас нет 14 минут в день, делайте хотя бы 5. Если вам жалко 5, делайте хотя бы одну. Если у вас нет одной минуты, то, во-первых, вы врете, а во-вторых, как я и говорил, просто зашли в лифт, просто закрыли глаза, вдох-выдох, все, вы считаете, повысили свою осознанность. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если вы знаете какие-то еще способы медитации, обязательно поделитесь ими со мной. Я буду очень рада всем вашим комментариям. С вами была Маша Кудрявцева. До новых видео. Пока-пока.